сегодня буду готовить максимально простой но тем не менее очень и очень вкусный и достаточно быстрый в приготовлении суп использовать буду свои заготовки здесь у меня замороженный бульон когда у меня бывает излишки я замораживаю и потом когда времени не очень много для приготовления он отлично выручает сюда отправила в кастрюлю прямо сейчас не размораживаем ставлю на огонь после того как закипит добавлю сюда полстакана риса но перед этим его промою я всегда промываю крупу знаю что некоторые готовят не промывая но я считаю что здесь столько разных примесей пыли грязи каких-то мелкого ссоры личинки различные могут быть поэтому всегда обязательно промываю и также буду добавлять баночку фасоли консервированный у меня здесь вариант который в томате также буду добавлять замороженные овощи у меня это готовая покупная смесь личо входит в состав красный болгарский перец затем цукиния фасоль и лук у меня из моих овощей осталось только спаржевая фасоль поэтому всегда покупаю для того чтобы было в запасе и вот когда мало времени на приготовление я вам уже неоднократно говорила но повторюсь это мои любимчики для того чтобы приготовить что-нибудь вкусненькое и также в самом конце уже добавлю это замороженный томат мы с вами его делали летом заготовках и также здесь перекрученная петрушка вместе с зеленым чесноком у это уже добавлю в самом самом конце ну а теперь ставлю кастрюлю на огонь накрываю крышкой ну а пока будет бульон закипать промою рис промываю рис просто под холодной проточной водой у меня бульон здесь уже с приправами поэтому просто в конце его попробую на соль накрываю крышкой и буду варить до полуготовности риса теперь отправляюсь сюда замороженные овощи также их предварительно не размораживала и так как у меня кастрюля большая то я добавлю два пакета накрываю крышкой и буду варить минут десять следом добавлю консервированную фасоль прямо с томатным соком который находится здесь баночки теперь добавляю сюда замороженный томат и также отправляю фасоль вместе с жидкостью сейчас накрою крышкой и буду варить до тех пор пока не растворится мой томат теперь добавляю соль и необходимое количество воды как закипит проверю на соль при необходимости добавлю у меня суп закипел теперь добавляю сюда петрушку вместе с чесноком и буду отключать подавали буду со сметаной вот такой быстрый и вкусный суп получился попробуйте приготовить надеюсь вам понравится и желаю вам приятного аппетита